11 февраля отмечается Всемирный день больного. Этот день призван обратить внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются люди, страдающие различными заболеваниями, а также информировать граждан об опасности болезни, необходимости профилактики и регулярного прохождения медицинского обследования. В их число входит и ежегодная диспансеризация. Александра Литкова продолжит тему. Почти 8 тысяч жителей региона прошли диспансеризацию за 2020 год. Это значительно меньше, чем за предыдущий. Снижение обусловлено ограничительными мерами в связи с пандемией COVID-19. Между тем, профилактический медосмотр является важным этапом в раннем выявлении заболеваний. Первый этап диспансеризации можно пройти за один день. По анкете выявляем массу тела, рост, индекс массы тела, после чего мы выявляем, есть избыточная масса тела, есть ожирение, нет ожирения. Измеряем давление, определяем повышенное оно либо в норме. Потом в первый же день можем определить в этом же кабинете уровень сахара, уровень глюкозы в крови экспресс-методом. В первый этап также входят экспресс-анализ крови, электрокардиография и флюорография. Объем исследований зависит от пола и возраста. Затем при необходимости пациента направляют на второй этап – консультирование узких специалистов. Консультируют это неврологи, окулисты, лор-врачи. Обследование – это УСДГ, брахицефальных сосудов, реактороманоскопия, колоноскопия, гликированный гемоглобин. Это все на выявление заболеваний, которые ухудшают качество жизни, ухудшают здоровье и уменьшают продолжительность жизни. Заболеваний много, которые можно выявить. Даже если человек чувствует себя здоровым, нередко именно в ходе профосмотра выявляются различные заболевания или факторы риска. Людям в возрасте от 18 до 39 лет проходить диспансеризацию необходимо один раз в три года. Старше 40 лет – ежегодно. Среди наиболее часто выявляемых – это заболевания сердечно-сосудистой системы. Это антологические заболевания, которые хотелось бы выявлять на более ранней стадии. Диспансеризация направлена как на ранние выявления, то есть на ранних стадиях, выявление этих заболеваний на ранних стадиях, так и выявление факторов риска, которые пока можно скорректировать, чтобы они потом не переросли к заболеванию. На это и направлена диспансеризация. С начала этого года здоровье проверили порядка 150 человек. В Нарьенмаре пройти профилактические медосмотры и диспансеризацию можно во взрослой поликлинике в кабинете номер 13 с понедельника по пятницу с 8 до 18 часов. В поликлинике Заполярного района осмотры проводятся в Центральной районной поликлинике в кабинете номер 7 с понедельника по пятницу с 9 до 20 часов. Александра Литкова, Леонид Шишевов, Телеканал Север.